Гамадан закончился, тренадцатый процесс начался, и один эсет позвонил, эсет на Мирогае, сказал, что надо ехать в сбор, если он сказал, то это уже не обсуждается. Я согласился, приехал на этот сбор, он сказал, что надо сначала поехать сюда. Приехали сюда, здесь уже почти в стадии завершения этот сбор. Нагрузка колоссальная, я вам скажу, здесь тяжелые тренировки, сам Хаби присутствует здесь. Боремся, бегаем, спарринг, и все, это очень тяжело. И плюс еще сама атмосфера, сама атмосфера сборов такая, что здесь плачет. Как-то приветствуют, только тяжелый труд, больше ничего кроме этого не привезут, потому что первоначально этот сбор начался, установили такое правило, минута опаздываешь, тысяча рублей штраф. И такой, как сегодня Шарип сказал, самое тяжелое наказание, наказание деньгами. Ну такая интересная атмосфера, вообще все хорошо. Надеюсь, без травм завершим этот сбор. Насчет Икрама, я бы сказал бы, что UFC на него возлагает большие надежды. Большие надежды, постоянно хотят, чтобы он дрался на крупных турнирах с хорошими соперниками. Даже с Павла Костова у него был назначен бой. На него у них большие надежды, большие планы. И Икрама очень хорошо выступает. Это один из тех бойцов, которые, например, вот бывают бойцы, которые вот в зале, они хорошо себя проявляют. И так как проявляют себя в зале, не могут выступить во время, например, боев там, в клетке, в день боя, в ночь боя, так скажем. А вот у Икрама это такое, он туда заходит, он, я не знаю, он как будто то, что он умеет, на 200% больше делает. У меня такое ощущение. Я его смотрел, я его уже с детства знаю. Но я думаю, что Икрама это будущая звезда. То, что я наблюдаю, это, начнем с первого числа дисциплины. Его личные качества мне, например, нрав, его сильно нравится. А бойцовские качества, ударная техника сейчас на уровне стала, и он постоянно совершенствуется. Как он сам сказал, вот на этом сборе, когда он этот бег пробежал, третий, он сказал, я многих удивил. И многие же так же ему сказали, Икрам, ты многих удивил. То есть, это о чем говорит? Ну, работает. В начале UFC, ты думаешь, вот бы подрать UFC, вот бы там проверить себя. Потом, потом выходишь в первый бой, выигрываешь, в комментариях видишь, там, в топ-5 тебе предлагают, и ты видишь всю эту ситуацию, которая образовалась вокруг там. И ты не такой аутсайдер в этом бою, там чуть-чуть он фаворитом ходил, ну, был в этом бою. Видишь комментарии, что люди, что люди дают тебе шанс выглядит этот бой, и ты понимаешь, что бывает, что ты потянешь с ним, что ты подерешься с ним. Это очень интересно. Ты начинаешь себя верить, потому что вокруг тебя все люди верили, они доверили тебе этот бой, и сам UFC доверил тебе этот бой. Значит, это чего-то стоит. Зная Икама, и его весовую категорию, я думаю, он никому не уступит. И весь сценарий, который есть в UFC, как он проходит эти бои, я думаю, к нему на руку. Это бои говорят об этом. Не было нокаута. Вот, видишь, последние два боя, все нокауты сделал, всех удивил. Даже в контендере у меня там, я борьбой выиграл бой. Заявил себя как базового борца, все ждали, у меня борец, урженец Дагестана. Мы сделали два нокаута, нокаута такие, одним руками, другой ногами. Сейчас что-то такое, я думаю, до них какая-то загадка, я же здесь вроде борец, пришел, два нокаута сделал. Но это говорит о пользе работе, которую мы проделали с Багану. Я думаю, ментально ты, как это, растешь в таких ситуациях. Поэтому мой совет другим пацанам тоже, которые такие, когда бои предлагают, надо соглашаться с этим. Не надо отказаться от боев. Принимаешь бой, то зачастую всегда в пользу идет тебе, когда ты так принимаешь такие громкие бои. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok